Достаем двойные листочки. Эту фразу, наверное, помнит каждый. Сегодня многие родители считают, что современные школьники слышат ее слишком часто. На днях даже Владимир Путин поручил сократить количество контрольных работ в школах. По мнению экспертов, это избавит детей от стресса и массового списывания. Сейчас больше, сейчас они чаще. Для ребенка это стресс. И они даже, бывает, не понимают, что они писали. Лучше бы это была контрольная раз в неделю, но она была бы затронута больше тем, или она была бы большая, чем их много маленьких. В неделю у нас проводится от одной до максимум трех, скорее всего, контрольных работ. В основном у нас весь пройденный материал, он закрепляется на уроках, и сразу проводятся какие-то проверочные работы, и в принципе контрольных работ у нас не так много. Мнения расходятся, но для педагогов контрольная работа – это возможность понять, усвоен ли материал, у кого какие пробелы в знаниях. При этом в Барнаульской школе номер 53 нам пояснили, что учитель не устраивает проверочные по настроению. Контрольные работы не проводятся учителем хаотично. Все контрольные работы включены в рабочую программу по предметам, которая составляется, безусловно, учителя. Но эта рабочая программа учителя-предметника, она разрабатывается на основе примерной программы, которая рекомендована Министерством просвещения Российской Федерации. И тут же нам объяснили, проведение контрольных работ регулируется санитарными нормами. Например, не больше одной контрольной в неделю по каждому предмету. Даже указаны специальные часы, когда лучше всего проводить срез знаний. Это второй, третий или четвертый урок. Отступать от этих требований школы не могут. При этом часто и дети, и родители путают самостоятельные работы с контрольными. Допустим, я так делаю. У нас сегодня самостоятельная работа, но с возможностью задавать вопросы. То есть ребенок сразу, возник у него вопрос предсамостоятельный в работе, и он этот вопрос может решить сразу. Потому что если мы будем сообща все время делать что-то, ребенок, у него нет самостоятельности. Самостоятельная работа, она приучает его к этой самостоятельности и возможности самому в это окунуться, самому попробовать что-то делать. Нужно, чтобы у детей была заинтересованность, самоконтроль, и эти работы, они необходимы нам, чтобы нам контролировать, видеть пробелы, какие у детей. К сожалению, сейчас у молодого поколения кратковременная память и тесты нужны для того, чтобы запомнить даты и терминологию, а без этого нам никак не сдать экзамен. Тем временем Рособранадзор и Министерство просвещения должны в ближайшее время подготовить план по сокращению контрольных. Президент ждет доклад к июлю следующего года. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. День с толком.